Снова наступают холода, огромное количество ситуаций, когда мужчины в доме нет, а котел или современный или часто старый модернизируют, горелка и автоматика новые, и стоит бедная женщина и не знает куда крутить и щелкать. Не отчаивайтесь, сейчас во всем разберемся. Немного теории, это обязательно, главное понять принцип. Если бы не было автоматики этого серого коробочка с кнопками, как бы мы разжигали котел? Открыли газ, кинули на горелку зажженную спичку и все, горит. Но для безопасности, регулировки и нашего с вами мучения инженеры придумали этот коробок с кнопками. И чтобы не кидать спичку на горелку, потому что это неудобно и небезопасно, может пыхнуть. Они же придумали фитилек, ну так называемую пилотную горелку по науке. Вот этот фитилек мы сначала разжигаем, а уже потом от него спокойно разжигается большая горелка. Также инженеры придумали так называемый пьезорозжиг, чтобы не пользоваться спичками. То есть это устройство, которое вырабатывает искру и разжигает маленькую горелку, фитилек. Можно было бы поставить батарейки, как большинстве современных колонок, они тоже могут вырабатывать искру, и тогда бы это уже назывался, кстати говоря, электророзжиг. Но мощности им батареек хватало бы ненадолго и вообще это не очень удобно. В общем, большинство котлов работает от пьезорозжига. Кстати, а за счет чего образуется все-таки искра? При помощи батареек понятно, а вот пьезо, не знает, думаю, большинство даже газовиков, а вы знать будете. Принцип на самом деле очень простой, при деформации кварца возникает электрическое напряжение. То есть берем кристаллик кварца, стучим по нему, давим, гнем. Чем сильнее речит, тем больше напряжение, а значит в итоге и искра. Вот челкой кнопкой вы именно этим и занимаетесь. Следующее. Для безопасности в газовом оборудовании используют ситуации, когда что-то перегревается, это датчик в дымоходе, но мы о нем сейчас не будем, или что-то остывает, как в нашем случае в этой автоматике серой коробочки. То есть, если котел по каким-то причинам погас, то вследствие остывает элемент в этой автоматике и перекрывает газ. Но чтобы эта автоматика начала работать, ее сначала нужно разогреть. И именно при пуске, ну то есть при включении, при разжигании котла, мы именно этим и занимаемся. Мы делаем, так сказать, обратное действие, чтобы открыть газ. Нагреваем этот элемент безопасности. Вот все, что в теории вам нужно понять. Подытожим. Чтобы разжечь котел, то есть основную горелку, нам сначала нужно разжечь маленькую горелкой, кнопкой пьезо, пощелкать вместо спичек, подождать некоторое время, ну скажем, до одной минуты, чтобы прогрелся элемент этот безопасности. То есть, по факту мы делаем это удержанием кнопки. После этого, то есть после прогрева, мы кнопку эту отпускаем и котел переходит в режим фитилек горит и газ готов подаваться на большую горелку. Атоматика безопасности, так скажем, взведена. Далее просто подаем газ на основную горелку, то есть попросту крутим колесико на нужную нам цифру, ну и как правило все. Такой принцип розжига также используется на некоторых колонках, так и на некоторых плитах системой безопасности. Щелкайте, ждете и поворачивайте ручку комфорки. Ну и немного практики. Автоматики могут немного отличаться, но если вы поняли принцип, тыкайте, все получится. На холодную, если делать все плавно и аккуратно, ничего вы не сломаете. А вот с высокой температуры резко крутить колесико на низкую, может выйти из строя элемент автоматики. Не забывайте. То есть, если нужно уменьшить температуру, перекрывайте кран и ждите, пока остынет котел. Потом крутите колесико в сторону уменьшения. В общем, практический алгоритм такой. Первое. Открывайте кран на трубе. Труба это еще называется опуском. Второе. Включите насос на отоплении при необходимости. Третье. Проверьте тягу. Обязательно. Про это есть отдельный ролик. Четвертое. Ставите колесико в положении розжига. То есть, рисочка на колесике должно совпасть с рисунком молнии. И в этом положении начинайте давить на колесико сверху. Этим действием вы подаете газ на запальник, то есть на фитилек. Пятое. Щелкаете кнопкой, так называем пьезой. Этим действием искра поджигает газ на фитильке. Фитилек этот запальник горит. Кнопку не бросаем, пока он не прогреет элемент автоматики. Если бросите надавливать раньше, чем прогреется, запальник может погаснуть. Ну, в среднем держать нужно, ну, скажем так, до минуты. Но это даже много. При нормальной автоматике буквально секунд 10-20 достаточно. Но из-за того, что котлом летом не пользовались, газ по трубе будет идти дольше к котлу. Поэтому особенности первого осеннего пуска подольше подождать. То есть, подержать колесико в нажатом положении. Ну, или даже два-три раза повторить эту процедуру придется, возможно. Шестое. Добились, что фитилек стабильно горит. Отжимаем, то есть отпускаем вверх крутилку колесико это. Фитилек должен продолжать гореть. И седьмое. Крутим отпущенное колесико на нужную цифру. Обычно от двух до семи. Все. После этого газ подается на основную горелку и котел загорается. То есть, входит в свой основной режим работы. И еще раз. Если фитилек погас при отпускании, повторите эту процедуру. Если не получилось двадцатого раза, то, скорее всего, вполне возможно, за лето что-то произошла какая-то поломка. Ну, вызывайте специалиста. Но сначала, скажем так, хотя бы пошевелите контакты на автоматике. Есть шанс, что поможет. Надеюсь, информация была вам интересна и полезна.